Трудные места с библейским порталом экзегет Ибо сами они сказывают о вас, пишет Павел к фессалонихийцам, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вопрос. Означает ли, что Солуни не уверовали в Бога, чтобы избежать его грядущего гнева? Ну да, хороший вопрос. И, наверное, это относится не к Солунинам скорее, а к вообще людям. Почему люди уверовали в Бога? Вот в христианство, скажем так, приняли христианство, чтобы избежать гнева. Вот человек живет и думает, наверное, Бог на меня гневается, я грешник, что мне с этим делать? Знаете, я таких людей не видел. Нет, я не исключаю, что они есть, я не утверждаю, что их нет. Нет, я их лично не видел, поэтому не могу сказать, чтобы они приходили таким образом к вере. Часто проповедники начинают с этого. Вы все грешники, все будете гореть в аду, все с вами будет плохо, покайтесь, креститесь, обратитесь к Богу, тогда все будет хорошо. Я не видел, чтобы эта проповедь имела большой успех. Может быть, среди кого-то, может быть, иногда. И что же здесь делает Павел? Ну, давайте прочитаем, что у нас здесь есть в оригинале. Мне кажется, это всегда полезно, даже если не все знают греческий язык. Десятый стих. Кай анамэнэн тонгюйонавту эк тонуранон, гон эгерэн эк тонны крон, и эсун тонрюомэнон гемасэк тэс оргэстэс эрхомэнэс. Вот эта самая фраза. Тонрюомэнон гемасэк тэс оргэстэс эрхомэнэс. Здесь буквально сказано «от гнева грядущего». Сначала идет гнев, а потом, через повторение артикля, к нему определение в виде причастия эрхомэнэс, приходящего. Ну, здесь женский род, потому что слово оргэ по-гречески женского рода. То есть, смотрите, здесь дается к этому гневу определение как бы вдогонку. Чтобы избавить нас от гнева, гнева какого? Того, который будет. Вообще, в такой еврейской традиции, Павел, живу нас все-таки евреи, не будем это забывать, а есть противопоставление двух миров, мира этого и мира будущего. На еврейском улам-хазэ и улам-хабба. Мир этот и мир приходящий, буквально. А что значит приходящий? Или греческое слово «архомэнос», или русско-церковно-славянское «грядущий». Это не то, что он будет через 50 лет, миллион лет, сколько угодно лет. А то, что он в состоянии прихода пребывает уже сейчас. Он наступает. Вот когда Иисус проповедует о Царстве Божьем, он говорит, что оно уже среди вас, и в то же время говорит о нем как о чем-то, что еще не состоялось, что уже есть, но его еще нет. Оно грядущее. Да, вот наступающее, то, что уже приходит. И этот самый гнев здесь упомянут точно так же. И, кстати, не указан субъект, не сказано, а кто, собственно говоря, гневается. Ну, мы легко можем понять, что, очевидно, имеется в виду Бог, потому что, собственно, если имеется в виду какой-то человеческий гнев, то Иисус не очень-то от него избавляет, во-первых, а во-вторых, ну, это и не настолько страшный гнев, чтобы от него надо было искать избавление. То есть, смотрите, Божий гнев как некая сила, которая присутствует в этом мире уже сейчас, но в полной мере явится в будущем. Параллельно к Царству или вот к этому грядущему миру, который тоже уже начинается здесь и сейчас, но в полной мере раскроется в будущем. И получается, что это, ну, некоторая объективная сила. Слово «гнев» по-русски означает, прежде всего, эмоцию. Вот, ну, некрасиво смотреть на человека в гневе, да, он ругается, у него там красное лицо, он машет руками и все такое прочее. Хотим ли мы изображать таким Бога? Представляем ли мы его себе таким ругающимся, да, активно жестикулирующим и все такое прочее? Наверное, нет. А и слово «гнев» здесь, пожалуй, означает не столько эмоцию Бога, вообще трудно Богу приписывать эмоции, правда, сколько некоторое объективное следствие, которое происходит из действий человека. Вот действие порождает некоторые результаты. Этот результат может быть описан словом «гнев». Грех порождает необходимость наказания, грех порождает возмездие. Ну, дальше мы начинаем очень трудную и сложную богословскую дискуссию, что такое наказание за грех, что такое возмездие. Некоторые говорят, это удовлетворение божественной справедливости. То есть, вот, нельзя просто так взять и простить. Некоторые говорят, это естественное следствие, да, вот, ну, скажем, там, не заботился о гигиене, заболел, да, потому что грязное в рот тянул. Это не болезнь тебя наказала, а само собой случилось. То есть, некоторые говорят, это разорванные отношения с Богом, которые приводят человека вот в какое-то такое мрачное состояние. Но это все описание, это все наши попытки выразить невыразимое. И Павел здесь, по сути дела, пишет о том, что этот гнев, он просто вот он есть, он уже наступает. Смотрите, если мы видим человека, который действительно вот ударился, что называется, во все тяжкие, то мы видим не просто его поступки, мы видим деформацию его личности. Он, может быть, сам не замечает, ему, может быть, самому хорошо, ну, или он считает, что ему хорошо, но мы видим, как вот этот гнев на нем уже проявляется. Ну, как мы говорим, там, природа обидела, да, но часто очень грубо это говорят о людях, у которых какие-то врожденные пороки, да, в смысле пороки развития, а не нравственные. Вот, и мы видим, что этот гнев, он уже присутствует в этом человеке. Мы можем только проецировать его на вечность и думать о том, что в какой-то момент он раскроется. И вот способ его избежать, собственно, Павел об этом пишет, это поверить и принять Иисуса. Но дальше вопрос, который, собственно, был задан. Они уверовали в Бога, чтобы избежать его грядущего гнева. Я не думаю, что у фицелоникийцев, особенно у тех из них, кто из язычников, а это все-таки скорее такая церковь эллинистическая больше, чем эллинистическая, что у них есть такие четкие представления об этом гневе, и было такое горячее желание его избежать. Может быть, это скорее то, что пришло как бы в нагрузку, то, что пришло как бы само собой. То есть эти люди приняли Иисуса, они стали христианами, и они вывели себя вот из этой сферы гнева в сферу царствия, в сферу этого грядущего мира, который грядет. И слово «что бы» здесь выражает, да, цель, конечно же, можно сказать, что это цель, но цель не этих людей, а цель Бога, цель подвига Иисуса, цель, собственно, существования церкви. Это подбирать людей, пребывающих вот в этом состоянии под гневом, даже если они этого не осознают. И, конечно же, «что бы» греческий союз гейна далеко не всегда указывает на цель, которую четко имеет в голове субъект действия, тот, кто его производит. Достаточно часто это может быть некоторое объективное следствие, некоторое действие, которое возникает в результате. Ну и давайте я прочитаю свой перевод, и обратим еще внимание на то, что этому предшествует. Павел не просто говорит «с вами все хорошо», он говорит «вы стали настоящими христианами, и всем известна ваша вера». Начиная с 8 стиха. «Слово Господне от вас прозвучало не только в Македонии и Ахайе, это две провинции, но повсюду стала известна ваша вера в Бога. Об этом уж и говорить нечего. Мы сами теперь уже слышим рассказы, как мы пришли к вам, и как вы тогда обратились от идолов к Богу живому и истинному». То есть само это их обращение, оно стало предметом рассказов, оно стало тем, что помогает другим людям принять истинного Бога. «И стали ему служить, ожидая предшествия с небес Иисуса, его Сына, которого Он воскресил из мертвых, и который избавляет нас от будущего Божьего гнева». Здесь как раз избавился от союза штоба, потому что иначе получается слишком узкое такое целеполагание. Я бы, кстати, еще обратил внимание на то, что здесь не «воскрес» Иисус сказано, а «его воскресил Бог». Ну, мы привыкли говорить «Христос воскрес», не так ли? Но Павел это может сказать несколько иначе. А разве есть противоречие между тем, что Христос воскрес, и тем, что его воскресил Бог? Естественно, воскрес не человеческим усилием, но действием божественной некоторой силы, да? И поэтому можно это выразить по-разному. Вот, кстати, еще один пример того, что одно и то же явление, одна и та же идея может быть выражена разными словами, и необязательно здесь искать какое-то очень такое принципиально разное понимание в зависимости от того, как это было сказано. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...